2013 год, Ханты-Мансийск, чемпионат мира по блицу, Илья Смирин играет с Ле Кванг-Емом. Спустя пять лет я обнаружил, что в интернете есть, существуют еще записи прямо в параллель с этой, с хорошим нормальным комментарием. Поэтому я, честно говоря, не постеснялся и взял этот комментарий и добавил к этому видео. Дело в том, что ребята снимали с той стороны, и мне кажется, что съемка вот эта все-таки посимпатичнее, поудобнее для просмотра, чем та, которую делали они. Ну, так бывает иногда. Так, это мы вот видим Данила Дубова, Ян Непомнящий, Руслан Пономарев, но все они отстают от Ле Кванг-Ема. Насколько я помню, где-то очка на два, если не на три. И вот эта вот партия Ильи Смирина, конечно, она имела огромное значение, потому что Илья Смирин, если в случае победы, мог все-таки остановить Ле Кванг-Ема и обострить борьбу. Ну, в общем-то, давайте смотреть, получилось у него это или не получилось. Ну, опытные комментарии будут сейчас озвучены. Честно говоря, я не знаю имен комментаторов, но я обязательно узнаю и обязательно добавлю вот к этому видео. Ну, в общем, все будет соблюдено. Итак, партия началась, и комментаторы вступают в дело. Привет, дорогие друзья, мы вернемся в Канты-Мансийске для двадцатого раунда в World Blitz Championship. Once again, мы не видим Грещук, Лек-Ван-Лем, но также интересный матч на Борде 1. Илья Смирин, который делает очень хорошо в этом турнире, победил Шахлиар Мамедяров 2-0 в предыдущем раунде. Теперь он играет на Борде 1, он играет на лидер, Лек-Ван-Лем, из Вьетнама. Окей, ситуация в этом турнире такая. Лек-Ван-Лем имеет 16 пунктов. Руслан Пономарев, вторая, с 15.5 пунктов. И тридцать играет на третий. Рауф Мамедов, Ян Непомниши и Илья Смирин. Все они имеют 14.5 пунктов. На Борде 2 мы видим Руслан Пономарев, который играет на Гуян, другой вьетнамец Грин-Мастер, который играл очень хорошо на первом дне. Он начался на втором дне, не так успешно потеряя 2-0 против Шахлиар Мамедяров. Но здесь он возвращается к главной группе. Ну, Илья Смирин играет очень агрессивный сетап против Нейдорфа. Окей, давайте посмотрим, как это работает. В общем, я не уверен, если Вьетнамец правильно готовится, так, чтобы каждый раз понравился. Так, как можно приобрести, как и это подобие, Но так, как бы мы собирать, что-то существует так, , как бы добавить, что-то на первом... Да. Ну, но слепите? Да. То есть, что-то сихонь. Да. Да, что-то еще сихонь, это недостаточно. Х4, Х5 остановился. Е5 остановился. Е5 остановился. Но, наверное, Ле Куанг не хочет кастить его. Да, Ле Куанг не любил идея кастить его. Однако... Я думаю, что Ле Куанг пытается идти на что-то как Ле Куанг. Окей, он дает слишком много квадратов, но... Он должен делать что-то. Он должен делать что-то. И, может быть, это его intention. Да, он может... его Куанг, из возможного Нейт-Е5, и Ф5 может быть довольно неплохой план. Илья Смирин известен за его агрессивный стиль. Окей, он очень ресурсовый в finding ways to attack the opponent's king. Куанг always. That's the way he likes to play. Окей, Бе3, Бе3, Куе7 и Нейт-Е4. Может быть, Бе3, Куе7, Нейт-Е4. Бе3, и... Ну, окей, я не знаю, что он будет Александр Гришук. Ну, это... Окей, Куе7 может быть, Куе7 и Бе3. Куе7 Нейт-Е7 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 не обманывая этот паунд, но просто открывая... В самом деле, сейчас, я думаю, Куе7 Илья-Мириан не, не, но... Я очень люблю его позицию. Да, особенно, после КФ, я люблю Ви3, но... не так легко срочать. О, Ф, Д, В, В, Ну, а... какие-то шик quê, что-то они должны быть Они небранные А тут может быть, куе7 или что-то. Куе7 может быть как бы он просто... Ну, он просто... Ну, В, Змирин просто хочет атаковать, я думаю, я здесь И это немного легче положительное положение для атака. Я думаю, что здесь Qb6 интересует и создает какие-то проблемы. Реально не легче. Окей, может быть, не так много. О, да. Да, но я боюсь, что даже что-то типа Тc6 и Д6 тоже немного легче. Но H4 тоже имеет атака. H4. 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 И в конце концов, в самом деле, этот Рук может быть поставлен на H-файл довольно хорошо. Ну, а Блак кажется, что он держит. Да, да. Я вижу. Ну, отлично, для того, чтобы он держит. Окей. Киберин думает о том, как это обеспечит. Так что, это натурально для этого времени не обеспечить. Очень натурально. О, да. О, да. Нет, это не вредно. Да, да. Лег 1, лем. Но, может быть, Блак хочет играть H5, сейчас, когда вы берете на Нейт и Руки. Да, да. Да, да. Много, много вредных вредных. Много вредных вредных вредных. Для тех, блядей. По-сока. Уже, во-вредных вредных. Много вредных вредных. Потому, конечно, это, да. Так что, видно, он дохит. И, ну, он будет, конечно, упочек. Похоже, как он уничтожил. Да, кажется, что Илья Смирин будет очень близко к победе в первую игру в стиле. Окей, нет четвертых матов. КВН-Г5, стратегия группа Д8. КНТ-Д5. Я видел, что это закончилось для Лек-1. Очень хорошо сделано. Израил ГМ, КНТ-Д5. КНТ-Д5 был четвертым способом. Окей, игра не закончилась. Нет, но если Уайт не победит, он может победить. Знаешь, это неправильно. Может быть, может быть не. О, да, РД6 сейчас. О, нет, РД8. Первый ранг. Первый ранг. Он думал, что он потерял два важных tempos. Потому что он думал, что он играл на РД6. Сателлин не легко. Он должен идти на РД95. Я не понимаю, что он не делает. Окей, паунь. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ